Изначально перечень товаров, подлежащих маркировке контрольными знаками, включал в себя только две группы – пиво и масломоторное. Сегодня этот список значительно расширился. На данный момент в него входят 22 продовольственные и непродовольственные товарные группы. Это такая продукция, как, к примеру, икра и рыбные консервы, безалкогольные напитки и соки, моющие средства и жидкости, а также обувь, мобильные телефоны и другие популярные товары. Контрольный знак позволяет определить их производителя и легальность. Маркировку товаров контрольными идентификационными знаками осуществляют юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые ввозят товар на территорию Республики Беларусь, либо субъекты хозяйствования, которые производят этот товар на территории Республики Беларусь. Причем здесь важно отметить, что товары, ввозимые на территорию Республики Беларусь, маркируются за пределами Республики Беларусь, либо на территории таможенных, либо уполномоченных складов. То есть на территории Республики Беларусь, когда этот товар находится, он уже должен быть промаркирован контрольными знаками. Для того, чтобы приобрести контрольный знак субъектам хозяйствования, необходимо предоставить налоговый орган по месту постановки на учет заявление о приобретении контрольных знаков в двух экземплярах, расчет их стоимости, а также платежное поручение и ликвитанцию об оплате. С 1 марта 2014 года стоимость контрольного знака зависит от группы маркируемого товара и составляет от 150 рублей до 5000. Контрольные знаки наносятся непосредственно на каждую единицу товара, либо его индивидуальную упаковку. И здесь важно отметить то, что важно не только наклеить контрольный знак, но важно еще приклеить его именно на то место товара, либо тар, либо упаковки, которое определено действующим законодательством, в частности постановлением Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь. Административная ответственность наступает и в случае, когда товар не промаркирован, и в том случае, если товар промаркирован, но маркировка находится не в установленном месте. И ответственность наступает, это штраф в размере до 20 базовых величин с конфискацией товаров. Маркировка товаров контрольными знаками, с одной стороны, защищает интересы потребителей, с другой – предпринимателей от недобросовестной конкуренции. Поэтому, приобретая легальный товар с нанесенными на него контрольными знаками, вы защищаете интересы государства, а значит и свои. Продолжение следует...